МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная программа «И жизни епархии». В студии Татьяны Демидова и в нашем выпуске смотрите. Православная Церковь вспоминает праздник Сретения Господня. В Уваровском епархиальном управлении прошло заседание по вопросу взаимодействия с молодежью. За упокойное богослужение в день вывода советских войск из Афганистана. Правящий архиерею Варовской епархии совершил отпевание церковного старосты Марии Алексеевны Леденевой. Православный клуб «Истоки», просвещающий жителей города Жердевка. 15 февраля Православная Церковь чтит память праздника Сретения Господня. Это один из двунадесятых праздников, то есть главных праздников церковного года. Сретение переводится с греческого как «встреча». И встреча не простая, а предсказанная за три столетия до евангельских событий. В этот день епископ Уваровский Кирсановский Игнатий совершил божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова. Задолго до рождения богомладенца жил в Иерусалиме праведник Симеон, переводчик священных текстов с древнееврейского на греческий. Переводя пророка Исаию и его пророчества о том, что грядущий Спаситель, Мессия, родится от Девы, Симеон усомнился в том, что Дева, не познавшая мужа, может родить. Тогда Симеону явился ангел и сказал, что он будет жить до тех пор, пока воочию не увидит Спасителя. Жизнь в бесконечности, жизнь, не имеющая логического конца, как оказалось, может быть и не в радость. Старец Симеона жил все эти долгие годы ожиданием встречи с Мессией. Долгие-долгие годы в ожидании сретения. И твой прием его на руку своею, и благослови Бога и речи. Ныне отпущаешься раба твоего, владыко, по глагол твоему с миром. Яковидиси, очи мои, спасение твое, вежеясь и уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языком и славу людей твоих, Израиля. Старцу Симеону Бога поднесли не ангелы, а люди. Юная Дева Мария и плотник Иосиф явились Симеону Богомладенца. Так было две тысячи лет назад, так есть и сейчас. У каждого своя встреча с Богом, и всегда она происходит не через ангелов, не через дивные видения. Встреча с Богом происходит через людей. Всегда и обыденно, и необыкновенно. Через чью-то жертвенность, бескорыстие, любовь, чьё-то прощение и милосердие, когда за человеческим поступком нам зримо явлено присутствие Божие в нашем мире. Старец Симеон, ожидающий встречи, встретине с Богомладенцем, родившимся от Девы, ожидающей встречи, как избавление от пройти естественно затянувшейся жизни, и чудо, встреча, которая становится не столь долгожданным концом, но дверью, открытой в жизнь вечную, открытой отныне для всех нас. Всех я приветствую с праздником, с большим, всех батюшек, настоятелей храма, и всех прихожан, которые приходят в этот храм. Всех благ, здоровья и без очереди. Желаю я вам всем самое главное – здоровья. В завершении богослужения епископ Уваровский Кирсановский Игнатий зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи. Наверняка каждый помнит важный момент в своей жизни, когда Господь впервые коснулся сердца, когда радость от того, что мы им, любимые, начинает руководить всеми нашими поступками, когда хочется чаще бывать в храме и участвовать в таинствах церкви, когда желание постоянно общаться с Богом подвигает к молитве и чтению Священного Писания. Наш долг никогда не ослабевать в этом усердии и духовном возрастании. Также в праздник Среди Господня и День православной молодежи в Уваровском епархиальном управлении состоялось заседание духовенства, посвященное просветительской деятельности епархии среди молодого поколения. Какие вопросы обсуждались на этом собрании? Смотрите далее. В жизни Уваровской епархии праздник Среди Господня и День православной молодежи помимо богослужений ознаменовался заседанием в Уваровском епархиальном управлении по вопросу взаимодействия с молодежью под председателем главы Уваровской епархии епископа Игнатия. Задача номер один нашей Русско-Православной церкви, нашей епархии, это работать с молодежью и в связи с меняющимися обстоятельствами, условиями, надо нам обсудить, как мы в этих новых условиях сможем продолжить общаться, с нашим подрастающим поколением, так, чтобы дать ему понятие о тех ценностях, которым помогут жизни, в их личной, семейной, мы помогут, надеемся, сохранить нашу национальную идентичность и суверенность. На столь важные события собралось духовец из разных уголков епархии. Гавриловского, Кирсановского, Ржаксинского, Уваровского, Жердевского, Большое поле работы, кое-какие у нас есть наработки, достижения, кое-какие есть упущения. Надо было бы сегодня это обсудить помимо новых условий, в которых мы с вами оказались. Заседание прошло в формате обсуждения. Священные служители обсутили мероприятия прошлого года, наметили вектор работы на текущий период, также особо уделили внимание формату работы с молодежью. Немаловажной темой обсуждения стала и работа воскресных школ на территории Уваровской епархии. В день вывода советских войск из Афганистана молитвенно почтили память усопших воинов в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова. За упокойное богослужение собрались представители общественной организации, ветераны Афганистана и локальных войн. Афганская война является страшным событием в истории нашей страны и мира. Именно 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, почитается память героев, отдавших свои жизни во время исполнения военных обязанностей в ходе вооруженного конфликта. Каждый год в этот день в Христорождественском кафедральном соборе ветераны Афганистана собираются на соборную молитву, чтобы почтить память усопших товарищей. Я призывал сюда самый старший в 78-м году. И отвоевал там, будем считать, полтора года с лишним даже. И вот самый старший здесь пока нахожусь. А это мои все земляки Суварова. Здесь собираемся и, в принципе, кланять, кто у нас погиб в Афганистане, и здесь, кто умер. Вот мы собираемся на этот праздник всегда, на вывод войска в Афганистане. Совершил заупокойное богослужение клирик Христорождественского кафедрального собора и романах Петерин Сухов. В завершении летей была провозглашена вечная память всем погибшим в военных действиях, солдатам и офицерам, и умершим уже в мирное время. Петерин Сухов Петерин Сухово. Петерин Сухово. Петерин Сухово. Произошедшие в те времена события являются крайне трагичными и отзываются в сердцах каждого человека тоской и скорбью. Эта страшная война принесла горе и боль во многие семьи. Желаем, чтобы вы так и оставались таким вот, ну, одной семьей, большой семьей. Это в наше время вообще невероятно важно. во время полного разобщения, полнейшего, когда просто люди родные уже просто чужими становятся друг к другу. Смотришь, наблюдаешь с горечью, с болью, как родные люди, как, не знаю, готовы перегрызть головки друг к другу, когда вот эта вся злоба, зависть сейчас просто в всяких масштабах невероятных. Очень радует, что я вот вижу в вашей среде все-таки братские отношения, такие доверительные, простые, именно дружеские, когда ты, может быть, там нечасто общаешься с человеком, но ты точно знаешь, что он есть, он друг, он всегда поможет, ты вот уверен в нем, это очень важно. 12 февраля в храме в честь святителя Николая Чудотворца села Большая Ржакса Ржаксинского района епископ Уваровский Кирсановский Игнатий совершил отпевание церковного староста Марии Алексеевны Леденевой. Подробнее в нашем репортаже. Из общины Никольского храма села Большая Ржакса Ржаксинского района отошел ко Господу на 81-м году жизни староста Марии Алексеевны Леденева. Чин погребения возглавил правящий архиереев русской епархии епископ Уваровский. Его преосвященство сослужили благочины Ржаксинского благочения священника Алексея Насонов, наставитель Никольского храма села Большая Ржакса священник Николай Яблочкин и клирик Кресторождественского Кафедрального собора города Уваров Диакон Сергий Деменов. Песня Мария Алексеевна была первой, кто в Ржаксинском районе начал возрождать храмы и веру в людях. До последнего дня своей земной жизни она неустанно трудилась на благо своего прихода и русской православной церкви. Поэтому попрощаться с Марией Алексеевной собралось много людей. Как представители администрации Ржаксинского района, заместитель главы Ржаксинского района Букин Алексей Викторович, председателя Ржаксинского районного совета народных депутатов Илюхина Галина Михайловна, а также прихожане и родственники усопшей. Завопреставленный Мари и сотворитель свечную пламя Ебескоп Уваровский Кирсановский Игнатий в окончании отпевания отметил, что она трудилась как могла, как получалось. Она старалась для Бога и для спасения наших душ. И самая главная ее черта была искренность. Мария Алексеевна много потрудилась на благо нашей матери Русской Православной Церкви. Все труды вам ее известны. Мы отчасти познакомились с ее добрыми делами, но из-за такого небольшого отрезка времени для себя поняли, что этот человек полностью посвятил себя Богу как умел, как мог, как получалось. Старался, старалась Мария Алексеевна трудиться для Бога и для спасения нашей души. Самая главная, наверное, черта у нее была это искренность. Искреннее отношение к своему делу, к вере. Ну, а остальное у каждого на свои особенности. Это не столь важно. Господь зрит на сердце и, видя такую искреннюю детскую веру, Господь обязательно помогает такому человеку на его жизненном пути, сподобляет его многое своей помощи и вечных благ. надеемся, что Мария Алексеевна сподобилась этой благой участи, будет молиться за нас, ну, а мы будем помнить ее добрые дела. С самого первого дня возвращения храма верующим Большой Ржаксы Мария Алексеевна отдала свое земное бытие приходу, обивала пороги меценатов, занималась восстановлением благолепия храма, участвовала ежедневно в жизни прихода и прикладывала усилия, чтобы каждый желающий мог прийти к уютном месте. Всегда она целенаправленно шла вот к тому, что мы с вами видим. Она стояла у истоков восстановления нашей с вами церкви. Сколько труда, сколько нервов было потрачено, поэтому хочу сказать память о Марии Алексеевне останется с нами на долгие годы. Она жила тихо, по-доброму. С ее вот начало, как говорится, храм возродился с ее помощью. Сколько она хлопот видела, сколько она трудов видела, чтобы возродить вот эту святыню на Ржаксинской земле. Ее поддерживали неравнодушные люди, и односельчане, и руководители хозяйства, и власти всех уровней. И вот ее труды не прошли даром. Вы сегодня пришли все проститься, поклониться ее, ей, за то, что она любила жизнь, за то, что она любила людей, и делала все для того, чтобы нас с вами объединить, объединить на добрые дела. И я думаю, вот ее труды не пройдут даром. Мы с вами также будем и в храмы ходить, и молиться за своих родных, за упокои ее души. А она, я думаю, будет молиться за нас. Похоронили Марию Алексеевну на сельском кладбище, рядом с ее родными. Царство Небесного и вечный покой новопредставленной рабе Божьей Марии. Дорогие братья и сестры, не забывайте этого удивительного человека в своих молитвах. Господь повелел своим ученикам идти и научить людей, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спустя более 2000 лет эту миссию несет духовенство. На территории города Жердевки Тамбовской области действует православный клуб Истоки, который тоже вносит свою лепту в дело просвещения нашего народа. Подробнее об этом расскажет наш репортаж. Вот уже на протяжении 20 лет в городе Жердевка на базе Дома культуры действует православный клуб Истоки, который способствует просвещению нашего народа. Время немалимо бежит вперед, но люди продолжают в нем трудиться. Ну вот на протяжении этих лет заседания клуба были на самые различные темы и работали мы, конечно, с разными категориями населения. Начиная от школьного возраста, от начальных классов и уже глубоко, допустим, пожилые люди, которые ходят в храм, которые близки, близка им православная вера. Но, тем не менее, интерес к этой тематике православие никогда еще не исчерпан и всегда остаются нераскрытые вопросы и всегда есть о чем-то подумать. И тем более, когда непосредственно в такой непринужденной обстановке приходит священник на беседы и всегда имеет возможность человек задать вопрос его интересующий. Вопросы у людей появляются постоянно и такое неформальное общение позволяет искать себе нужные ответы. Ведь не всегда успеваешь поговорить со священником после службы. А тут есть реальная возможность пообщаться. Посетить этот клуб могут не только крещеные, но и те, кто только в поисках истины. Сегодня в основном этот клуб находится на помещении молодого священнослужителя отца Иоанна Минаева. До моего сюда приезда другие священники трудились из района здесь. То есть особая такая Нева, которую нужно пожинать. и конечно первые вот этапы были, когда я сюда приехал, мы в большинстве встречались именно с взрослыми людьми, воцерковленными даже и невоцерковленными. Очень много было встреч с работниками культуры, также у нас были встречи с педагогами наших школ. Но сейчас наша основная направленность вот как раз в связи с пандемией, то, что мы сейчас работаем в большинстве именно с учащимися первой школы. Встречи с батюшкой у ребят проходят раз в месяц. Проводят различные беседы, рассказывают истории христианства, обсуждают жизненные вопросы. И на них каждый желающий человек любого возраста сможет извлечь для себя полезные уроки. Главная цель конечно же наших встреч для детей это познание христианской культуры, отношения друг к другу, конечно же, чистая христианская любовь, которую мы должны сохранять. Ну и то, что каждый человек это есть храм Духа Святаго. Мы всегда об этом говорим очень часто на наших встречах, то, что человек он должен служить одной определенной цели. И мы уже даже с маленькими детьми об этом говорим. А цель конечно же это в первую очередь спасение души, наследие Небесного Града Иерусалима. И вот именно эту цель мы в большинстве всегда и проговариваем. Ну а все, что сопутствует, та лестница, которая ведет к этой цели, то есть доброта, любовь, честность, дружба, взаимопомощь, взаимопонимание, вот это как раз мы тоже и разбираем. Эти встречи не проходят и без участия педагогов этих детей. Зачастую с ними пребывают учителя основ православной культуры. Встреча со священниками всегда для детей бывает очень светлой и чистой. По одной лишь простой причине, несмотря на то, что у нас и в городе, и в районе очень много православных храмов, церквей открываются, не все дети, не все семьи еще близки к храмам и не всегда посещают службы, как праздничные, так и повседневные. Вот, и поэтому встреча с батюшками, конечно же, она восполняет вот этот пробел, который не хватает в семейном воспитании. Ну, и мы с вами знаем, что издревле православная культура учит добру, милосердию, честности, справедливости, но и золотое правило этики еще никто не отменял. И поэтому вот такие встречи с батюшкой, который рассказывает и просвещает детей вот именно в этом плане, конечно же, очень многозначительны, важны и нужны. Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский сказал, что дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. В хаотичном многообразии поступающей информации в современном мире нечистый дух может увести человека от Бога и погубить его главное сокровище – бессмертную душу. Поэтому сегодня нужно не только понимать, где истина, а где ложь, но и идти по этому спасительному пути. Конечно же, заседания этого клуба очень полезны, и мы считаем, что они должны быть и для, не только вот для этого возраста, но и для всех возрастов, и для тех, которые постарше, там уже другие проблемы, и для тех, кто поменьше, потому как культура нашего православия, она должна впитываться детьми буквально с молоком матери самого младшего возраста. Завершить нашу передачу хотелось бы словами преподобного Силуана Афонского. Люди не учатся смирения и за гордость свою не могут принять благодать Святаго Духа, и поэтому страдает весь мир. На этом у нас все, дорогие телезрители. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем эфире. Силуана Афонского.